Благородная внешность и прекрасный характер сделали эту собаку настолько популярной на родине, что сегодня она считается национальным достоянием Японии. Когда-то этих собак ценили так высоко, что их могла себе позволить лишь императорская семья. Собаки, которые принадлежали правителям, считались членами семьи. Сегодня завести себе Акито-ину может практически любой человек. Главное чутко понимать, что за породу ты заводишь и чего ожидать от этого питомца. Много кто посмотрел фильм «Хатика», и они просто идеализируют эту породу. Ребят, ну давайте будем начать, что это собака. Это собака и собака со своим характером. Да, они доброжелательны, но внутри есть стержень, который определенно собаку где-то сдерживает даже в поведении насчет, скажем так, к любви своему владельцу. Не говоря уже о других посторонних людях. Потому что обычно мы приходим домой, три минуты мы радуемся, и в этом срабатывает вот этот инстинкт сдержанности. Она просто разворачивается, идет спокойно ложится, и не тревожит тебя до тех пор, пока ты сам не задействуешь как-либо эту собаку. Очень важно, как можно раньше начать социализацию щенка, а воспитание должно быть последовательным и продолжаться всю жизнь. Ваша задача – показать, что в семье именно вы лидер. Иначе Акито возьмет эту роль на себя, и тогда вы будете у нее в подчинении, а она будет делать то, что ей заблагорассудится. При этом вы не должны как-либо унижать ее, она не потерпит этого. Акито-Ину – собака с чувством собственного достоинства. Самое главное – вы должны найти контакт со своим питомцем. Без этого никакого воспитания не выйдет. У нас есть ребята, которые купили щенка в два месяца, грубо говоря, и в два месяца и две недели она уже знала 14 команд. Это неимоверно, так не бывает, можно так сказать. Они просто приходили домой после работы, брали вкусняшечку, смотрели телевизор и говорили базовые команды – там сидеть, лежать, прячься. Но за две недели Акито, та, которая вроде бы своенравная, оборудование, у них просто был этот контакт. Ей было интересно с владельцами. Все больше вся, скажем, разгадка именно в такой мелочи. Акито-Ину – сильная, смелая, решительная, спортивная, ловкая и выносливая собака. Она умная, при правильном подходе послушная и находчивая, но достаточно независимая. Акито – замечательная семейная собака, и в то же самое время она может быть прекрасным охранником и защитником. Это очень территориальная собака. Она готова отдать свою жизнь, защищая ваш дом. Акито – защитник, но причем это не та защита, которую ожидают люди. Что это собака, которая, к примеру, к вам кто-то зашел в дом, а она бросилась и просто загрызла человека. И вы такой, да, у меня классно, вот по роду она меня охраняет. Нет. У Акито совсем по-другому работают охранные инстинкты. Она срабатывает как, скажем так, как определенный предохранитель. Срабатывает в тот момент, когда действительно есть опасность. Собаки этой породы редко лают. Поэтому, если вы вдруг услышали, что ваша Акито подала голос, отнеситесь к этому серьезно. Это значит, что ее действительно что-то разволновало. Акито-Ино – прекрасные психологи. Они стараются вас порадовать, пытаясь предугадать ваши желания. Но при этом они замечательные манипуляторы. Имейте это в виду при воспитании своего щенка. К примеру, у нас был такой случай, когда мы привезли щенка. Он прыгнул с дивана на пол. Прыгнул с дивана, и он забил одну лапку, несерьезно забил, просто ударил. И я сразу, боже, щенок! Щенок стоит две тысячи! Я к этому щенку там посмотрела, пощупала, чтобы все было хорошо с лапкой. Он понял, что как он надо привлекать к себе внимание. Если я занималась своим делом, здесь быстро встала и начала привлекать. Он каждый раз хромал на эту лапку, когда я на него смотрела. Причем это так было, ребят, смешно, что если я смотрю телевизор, вот, я смотрю телевизор боковым зрением, я его вижу. Он бегает с мячиком, он не хромает. Но достаточно на него посмотреть, чтобы он поймал мой взгляд. Он уже хромоножка, ножка болит. Не ожидайте от своей взрослой собаки того, что она будет скакать, радоваться и всячески проявлять свои эмоции. Когда она еще щенок, возможно. А вот взрослая Кита Ино – очень сдержанная собака. В том числе и в проявлении своей любви к владельцу. Но поверьте, она вас любит и нуждается в вашем внимании и в ответных чувствах. Именно поэтому Аките не подходит вольерное содержание. В вольере она может жить только в том случае, если в этом же вольере будете жить и вы. Спокойствие и невозмутимость делают этих собак чрезвычайно удобными для семьи. Они замечательно подходят и молодым большим семьям, и одиноким пожилым людям. Все дело в том, что Акита умеет подстраиваться по доброй жизни своего владельца. Если у вас дома есть детки до трех лет, то это не повод отказываться от собаки. Главное – соблюдать простое правило. Желательно всегда смотреть за играми щенка и ребенка, чтобы это не было так, что ребенок где-то подкормил какой-то кашкой. Или собака своей едой пришла, покормила, поделилась кормом, потому что такие случаи были. Акита решила накормить сухим куром ребенком. Поэтому лучше всего, если у вас есть детки маленькие, у вас есть манеж, если вы не можете в этот момент следить, ребенка в манеж, собака ходит по комнате. Либо собака в манеже, ребенок ползает по комнате. Акита ину нуждается в правильном сбалансированном питании. Лучше, если это будет качественный сухой корм. Дело в том, что очень часто у представителей этой породы бывает аллергия. Кроме заботы о питании, на ваши плечи еще ляжет и уход за шерстью этих собак. Нужно помнить о том, что это пятая группа. Пятая группа – это пушистые собаки. Пушистые – это значит, что у вас всегда должна быть с собой чесалочка. У вас должна быть обычная пуходерка, которая, не знаю, рублей 300 в России стоит. Она не выщипывает шерсть, она только вычесывает мертвый подшерсток уже. То есть она спокойно себе прочесала, осталась в своем прежнем состоянии, а весь мертвый подшерсток мы вычесали. Акита ину сегодня – это очень популярная порода. А поэтому в каждом городе вы можете найти большое количество объявлений о продаже щенков. Но не все щенки одинаково хороши. Подойдите к этому вопросу ответственно. Помните, что покупая породистую собаку, вы платите деньги не только за внешний вид, но и за характер, психику и темперамент собаки. Покупая питомцев в сомнительных питомниках, никто не сможет вам гарантировать, что ваша собака не будет труслива или слишком агрессивна. Хороший щенок не может стоить дешево, поэтому вы должны тщательно выбирать питомник и собаку. Для начала изучите стандарт породы. Очень много фотографий, как она должна выглядеть, какая голова, шеи, лапы и так далее, и тому подобное. Потом позвоните в разные питомники, пообщайтесь с заводчиками. Естественно, что вам предложат посмотреть фотографии, предложат посмотреть родителей. Посмотрите родителей, поизучайте родословные. Самый проверенный способ проверить заводчик – это позвонить в клуб, к которому он относится. Если заводчик добросовестный, либо недобросовестный, единственная организация, которая может подтвердить племенную деятельность этого питомника – это клуб, в котором состоит, который выдает документы этому питомнику. Найти номер телефона этого клуба не составит труда. Конечно, тогда уже вы можете отталкиваться от того, что вы видели фотографии, вы посмотрели видео, вы убедились в том, что фотографии соответствуют видео. Потом вы пообщались с директором клуба, вы получили рекомендацию этого питомника. И потом вы уже смело, адекватно можете принять свое решение, хотите вы покупать щенка в этом питомнике или нет. Заводя себе Акитоину, помните о том, что эта собака нуждается в вас. Да, она не проявляет эмоций. Она не покажет вам, насколько ей плохо без вашего общения. Но внутри у этой собаки будет все переворачиваться. Помните, пожалуйста, об этом и всегда находите на нее время. Вернее, товарища вы вряд ли найдете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok